Вот доклады о ряжении в белорусском свадебном обряде и параллели с календарной обрядностью. Вот у меня, к сожалению, нету видео, поэтому я тут еще одну свою фотографию решила показать. Вот, показать, где находится Беларусь на всякий случай, что Европа большая. Вот, ну и, собственно, ряжение. Если мы посмотрим на белорусский традиционный календарь, то увидим, что наибольшее разнообразие ряжения, наибольшее количество персонажей, и повсеместно оно происходило в Беларуси на Рождество. Чуть меньше на Масленицу, ну даже не чуть, а значительно меньше, и так поскромнее. И то есть, если на Рождество персонажи могли быть самыми разными, и зооморфными, и антропоморфными, и различные персонажи, которые изображали там, ну, черта, ангела, то есть потусторонних существ, то на Масленицу в основном персонажи антропоморфные, зооморфные очень редко, вот, и не было таких развернутых больших театрализованных сценок. То есть, обычно они такие, ну, скажем так, поскромнее. Ну и локально, в основном в Южной Беларуси, ну и так очень точечно в Северной, было ряжение на весенне-летние праздники, то есть, конец весны, начало лета, в основном вот подвижные праздники, Троица Вознесения, которые на май либо июнь могли приходиться, ну и еще на день летнего солнцеворота. Ну и обычно это переодевание в каких-то растительных персонажей, вот у нас там куст, русалка, либо же купалка. Вот, и в этом во всем меня заинтересовал вопрос, а где же в Беларуси осеннее ряжение? Вот у кельтов есть Хэллоуин, у германских народов и у народов, которые жили с ними рядом, например, у эстонцев, есть ряжение на день святого Мартина, ну и латышей тоже есть, есть ряжение на день святой Катерины, это все в ноябре. А у нас, ну, вроде как нет, и как-то осень, она пустая. Ну вот почему? Ну вот единственное свидетельство, которое я нашла, это даже не с территории современной Беларуси, но с белорусской этничной территории игра в невесту на покровы. Вот вы видите фотографию Марины Никитичны Власовой из Санкт-Петербурга, это из экспедиции 1983 года. Вот ей уже пожилая информантка продемонстрировала, как они играли в невест в детстве. То есть плели венки из кленовых листьев, также делали из этих листьев косу. Вот, ну и одна девочка изображала невесту, одна свекровь, остальные там подружек невесты. И различные приговорки, они говорили там, типа, вставай, свекрова счастливая, встречай невесту сопливую. Ну вот единственное свидетельство осеннего ряжения, больше нет. И тогда я подумала, а не можем ли мы ряжение на свадьбу рассматривать тоже как ряжение в календаре, но осеннее. Ну это, конечно, вопрос довольно спорный. В традиции у нас наибольшее количество свадеб, оно приходилось на период как раз вот от покрова, где вот я показывала предыдущую фотографию этого ряжения до рождественского поста, либо же от крещения до масленицы, это была у нас уже малая свадебница, ну и чуть меньше свадеб. Ну, конечно, женились и на Троицу, и на Купале, то есть там весенне-летний период, но меньше, так как сельскохозяйственные работы. То есть, ну скажем так, основное время для свадеб белорусской традиционной культуры – это вот осень. Большая свадебница до рождественского поста. И так как на свадьбе у нас было ряжение, мы можем посмотреть, насколько эти персонажи свадебного ряжения соотносятся с персонажами ряжения календарного. Ну, на свадьбах в основном и самое распространенное свидетельство – это группы цыган, цыганов. Вот. Ну, про их символику, наверное, будет больше рассказывать Аида. То есть, понятно, что это этнически чужие, во-первых, но, во-вторых, судя по свидетельствам информантов, почему цыганы, цыгане у нас говорили, ну, потому что это группа ряженых, она вот такая веселая, она хозяевам показывала какие-то сценки, что-то крала, что-то ломала. Вот. Также переодевались в ложных молодых, ну, вот, как Татьяна рассказала, у удмуртов, там, женщина в жениха, жених в невесту, и могли делать такие свадьбы шуточные с этими переодетыми уже персонажами. Вот. И этих персонажей могли даже в шутку венчать, то есть, переодевались в священнослужителя, в попа. Ну, и также, как в календарных обрядах фигурировали персонаж дед и баба, то есть, ну, предков они символизировали явно. Но все-таки, если посмотреть на функции этих персонажей в календарных и свадебных обрядах, то они отличаются, хотя персонажи могут иметь одинаковые имена. Вот. Ну, например, вы видите фотографию вот этого костюма свадебных цыган, сделанного в экспедиции в Центральной Беларуси. То есть, эти костюмы, они специально хранились дома от свадьбы к свадьбе и ждали своего времени, чтобы вот их надеть и быть вот такой красивой цыганкой. Ну, то есть, тут, может быть, женщина, она, конечно, изображает именно цыганку, вот, с манистами, вы видите, на груди. Но вот персонаж справа, там, кто-то в очках, кто-то с усами, то есть, вряд ли это цыган. Скорее всего, это просто вот какой-то смешной персонаж. И действительно, если мы посмотрим на группы этих цыган, там персонажи очень разнообразные. Ну, вот, например, также Центральная Беларусь. И когда вот люди, у которых нашли в экспедиции эту фотографию 1953 года, вы видите, тут так и подписано, что это цыгани. Вот, они рассказывали, что переодевались кто-то в еврея, кто-то усы углем подрисовывал, а кто-то именно там и в цыган самих. Ну, то есть, цыгане в свадебном обряде – это сборное название какой-то вот такой веселой группы, которая, скажем так, семантически закрепляет переход молодых в новый статус таким вот карнавалом в конце свадьбы. Обычно в конце. Ну, и тут, мне кажется, очень интересно вот на этой фотографии увидеть, как белорусы представляли себе еврея, например. Ой, перескочила, извините. Ну, и также, если вообще рассматривать старые фотографии, то очень интересно, как вот их раскрашивали в каких-то местах. То есть, ну, на саму эстетику старых фотографий посмотреть. Вот, ну, вот эта женщина, наверное, она изображала, собственно, цыганку вот в таком цветастом платке. Ну, вот, к сожалению, с этим информантом я сама не работала, только вот фотографию получила от исследовательницы, которая с ним разговаривала. Вот, ну, в общем-то, свадебным гостям даже не обязательно было в кого-то переодеваться, чтобы там пошалить, там, поломать лавку, либо же поиграть, там, на посуде домашней всяческой утвари, либо же сделать так называемую рогатку, то есть, загородить свадьбе дорогу. Вот, то есть, эти свадебные цыгане, они находились в такой общей тенденции свадебного веселья. Ну, если мы посмотрим на цыгане в календарных обрядах, например, на рождественских, то там мы увидим, ну, вот, действительно, цыганку и цыгана, вот, которые действительно изображали эту этническую группу. А для свадьбы это не обязательно. Ну, и вот, например, группа, которая имела вот это тоже сборное название цыгане, цыганы, тоже центральная Беларусь. Они, она, это группа цыган, так называемая, включала также жениха с невестой и пана с поненкой, ну, либо там помещика с помещицей. И все они звались цыгане. Вот, ну, они веселили хозяев, поздравляли, то есть, ничего не ломали, ничего не крали. То есть, функции их от свадебных цыган все-таки отличались. И вот эти молодые, жених с невестой, они, как бы, ну, скажем так, представляют собой чистые, либо красивые маски, как у нас вот квалифицируют и сами информанты, и исследователи, как бы всех персонажей ряжения на чистых, либо красивых, и нечистых, либо некрасивых. Ну, вот это персонажи красивые и чистые. Но подменные молодые, они обычно нечистые и не очень красивые, я покажу дальше. Ну, вот цыганка на рождественское ряжение гадает, либо же она может вот с ребенком ходить, выпрашивать на него деньги, ну, и чтобы хозяева одаривали. А свадебная цыганка выпрашивать ничего не будет, она сама возьмет или украдет курицу. Ну, цыган же в рождественском ряжении, он обычно ходил с конем, пытался его продать хозяину, ну, как-то шутил, вот, ну, тоже фактически выцыганивал деньги, но сам как бы не брал, в отличие от свадебного персонажа цыгана. Ну, вот мы видим ложных молодых, это примерно 80-е годы, ну, то есть гости переодевались в молодых, ну, для того, чтобы тоже посмеяться. Вот, то есть гротескные какие-то вот атрибуты свадебные, фата и занавески. Вот, ну, современная вот свадьба этого лета, свадьба моих друзей, ну, это пара, вот они сидят, ну, они как бы интересуются традиционной культурой, но у себя на свадьбе они не ставили цели реконструировать обряд какой-то определенной местности, то есть это такие довольно живые у них подменные, либо желожные молодые, ну, с целью просто посмеяться, повеселиться. Вот, ну, эти молодые подменные, вы видите, вот у нее, у подменной молодой букет из веника, там, ну, пародия на букет, пародия на фату, пародия на украшения, платье, там у него какая-то комбинация. Ну, и вот что они как бы делали, они и танцевали, и целовались демонстративно, ну, то есть пародировали все действия настоящих жениха и невесты на свадьбе. Ну, или вот кто-то у настоящей невесты венок стянул, надел, пытался там изображать ее. Ну, и что, на мой взгляд, довольно-таки интересно, что уже такие новые обычаи, например, вот это бросание букета, явно усвоенное из американских фильмов, оно тоже пародируется. То есть вот настоящая невеста готовится бросать букет незамужним подругам, вот ложная невеста тоже бросает этот букет. Вот, ну, и этих подменных молодых их могли в шутку женить, вот, ну, и пародия на церковные обряды встречалась также и в календарных обрядах. Ну, вот, например, так называемые похороны деда на Масленицу. Ну, я, наверное, здесь остановлюсь, потому что у нас как бы время, немножко мы пропустили. Ну, самое главное, собственно, что я хотела сказать, что, да, в белорусских и свадебных, и календарных обрядах есть одинаковые персонажи, как то цыгане и молодые, но у них разные функции. То есть цыгане в свадебном обряде, они создают такое карнавальное веселье, создают такой перевернутый мир, ломают там лавки, ломают что-то еще, что-то крадут, ну, как бы для того, чтобы вот уничтожить старый мир и создался мир новый, как бы создалась новая семья символически на этой свадьбе. А цыгане в календарных обрядах все-таки они изображают именно вот этих, так называемых там этнически чужую группу, ну, реальных цыган. Вот, и, ну, просто вот приходят как такие персонажи чужие, представители иного мира, но немножко все-таки в другой функции. А, ну, и также у нас цыгане встречались в масленичном ряжении, что они делали? Они также могли гадать, как и на Рождество, также могли выпрашивать какое-то угощение, а могли просто кататься по деревне, ну, и в этой функции тоже создавать такое веселье и сближаться по своему функционалу вот с этими праздничными цыганами, праздничными, извините, свадебными цыганами, которые тоже вот ходили по деревне и как бы с собой внесли все деревне праздник. Ну, а что касается подменных молодых, то персонаж жених и невеста, они встречаются также и во время ряжения на календарные праздники, но там они чистые, либо же красивые. Их цель, наверное, символическая продемонстрировать переходность этого календарного периода путем своей переходности состояния этих персонажей от жениха с невесты к мужу с женой. А подменные молодые на свадьбе, это та же карнавализация, они совсем не чистые, совсем не красивые, ну, и цель их вот повеселить, повеселить, конечно, присутствующих, ну, и более глубоко, опять же-таки, закрепить этот символический переход к новому состоянию уже жены и мужа, вот, тех людей, которые женятся. Ну, что тут еще хотела добавить, что в редких случаях все-таки встречается подменная молодая не только на завершающем этапе свадьбы, но и на этапе, когда жених забирает невесту у родителей, но это редко, вот. Ну, и также, наверное, стоит отметить, что цыгане появились на территории современной Беларуси 16 века, то есть это, ну, такое, можно как бы датировать, когда появились эти персонажи в Ряжине, то есть не ранее 16 века, когда они появились реально в стране, вот, ну, конечно, явно они, как бы, вот, наложились, эти персонажи свои функции на более ранние такие мыслительные схемы, когда вот такие чужие, этнические, либо социальные, либо представители иного мира, вот они Ряжеными приходили к людям на праздники. Вот, спасибо большое за внимание. Спасибо, Алина, большой, опять интересный рассказ. Сейчас хочу сказать, что вот интересно, что в восточной части Латвии, в Латгалии тоже очень, в принципе, нету сведений о Ряжении в осеннем периоде. Но скажи, например, в Беларуси есть традиции осенью кормить духов предков или делать какие-то отпевания умерших? Да, основное вот поминание предков, которое распространено наиболее в Беларуси, ну, так называемые деды, поминальный ужин, он именно осенью, в начале ноября. Ну, по всей Беларуси это могут быть разные даты, может быть, вот эта поминальная дата, дмитриевские так называемые деды, быть неизвестна в какой-то конкретной локальной традиции. Но, в общем-то, ну, это наиболее характерный поминальный день, как бы, для всей Беларуси, можно так сказать, если очень обобщить. Ну да, может быть, какая-то одна традиция вытеснила другую или, да, это еще надо изучать. Спасибо большое. Теперь переходим к моему рассказу.